Привет, снова Сергей Черняк, Абероний Мобилин, и мы поговорим сегодня об ограничениях срока аренды в Германии. Стандартный договор аренды в Германии – это договор неограниченного времени. То есть, если ваш арендатор регулярно платит арендную плату, ухаживает за квартирой, то он может оставаться в ней и год, и пять, и пятнадцать, и пятьдесят, и сто, пока не умрет. И ему не надо менять договоры аренды на новые. Но договор аренды в Германии можно ограничить. Ограничение обязано исходить со стороны арендатора, жильца. Любое ограничение во времени должно быть прописано в договоре. Любая причина ограничения со стороны арендатора приемлема. И никакое ограничение со стороны арендодателя, владельца, неприемлемо. По рынку ходит куча историй про то, что та или иная причина может явиться легальным поводом ограничения аренды, срока аренды со стороны владельца. Неправда. Нет таких причин. Давайте пытаемся разобраться. Итак, любимая причина. Многие говорят о том, что если квартиру мебелировать, то ее легально можно сдавать на ограниченные сроки. Неправда. Люди рассказывают, что квартиру можно сдать в субаренду и на этом основании ограничить срок аренды. Субаренда. Неправда. Не работает. Люди говорят, что можно в договоре аренды оговорить ограничение срока со стороны владельца на основании того, что в будущем в квартире будет произведен ремонт. Неправда. Не работает. Люди говорят, что владелец квартиры может оговорить в договоре, что он ограничивает срок аренды, потому что у арендатора, у жильца ограниченная виза на ограниченный срок действия в Германии или в Европе. Неправда. Не работает. Если это ограничение, если арендатор, жилец говорит вам в договоре письменно, что он просит ограничить ему срок аренды, потому что у него ограничена виза, то это приемлемо. А если вы, как владелец квартиры, ограничиваете жильцу срок аренды на основании того, что у него ограничена виза, то это неприемлемо. Не работает. Дальше. Рабочий контракт. Если ваш жилец говорит, что он хочет ограничить срок аренды, потому что у него ограниченный контракт, Это приемлемо. Но если вы ограничиваете срок аренды, потому что у вашего жильца ограниченный контракт, то это неприемлемо. Это не работает. Дальше. Если ваш жилец-студент учится в ВУЗе, если он ограничивает в договоре аренды срок из-за того, что у него ограниченный срок обучения в ВУЗе, то это приемлемо. Если вы как владелец ограничиваете ему срок аренды, потому что он учится ограниченное время в ВУЗе, то это неприемлемо. Дальше. Любая фальшивая причина неприемлема, если вы сформулируете договор так, что ваш жилец просит вас ограничить срок аренды, потому что он где-то работает ограниченное время, потому что у него ограниченная виза, потому что у него ограниченная учеба, что угодно ограниченное. и это неправда, то эта причина тоже не работает. Любая нечестно названная причина, неверно названная причина не работает. В принципе, любое ограничение срока аренды со стороны арендодателя не является приемлемым. Более того, любая потребность со стороны арендодателя не может быть приемлемой. Приемлемым является только одно. Если арендодатель, владелец квартиры докажет, что ему или его членам семьи необходимо использовать квартиру в личных целях, то есть соответствующий закон, который позволяет в течение 3, 6 или 9 месяцев выселить жильца из квартиры легально. Но это непросто. Советуйтесь с адвокатом, с маклером, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь этой новостью. Сергей Черняк, Перулин и Мобилин. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok